Заводите разочайное Субтитры создавал DimaTorzok Ты не слышишь меня, я не слышу тебя Между нами беда, как голода, зимние холода Ты не слышишь меня, я не слышу тебя Неужели понять мы не сможем друг друга? А-а-а-а! Потеряли ключи. Неужели розу чайную Выпьет кто-нибудь за нас? Неужели дверь в стеклянную Не откроем мы сейчас? У-у-у-у-я! Ты не слышишь меня? Я не слышу тебя! Между нами беда, Как холода, Зимние холода. У-у-у-у-я! Ты не слышишь меня? Я не слышу тебя! Между нами беда, Как холода, Зимние холода. У-у-у-у-я! Ты не слышишь меня? Я не слышу тебя! Между нами беда, Как холода, Зимние холода. Золотица разочайная, Как лакоумина. Между нами беда стеклянная, Между нами тишина. Да-да-да! Что ты творишь? Что ты творишь? Наша уникальная, Великолепная, Можно сказать, Роза чайная Российского шоу-бизнеса, Маша Распутина! Распутина! Мария, Мария, Кто же этот садовник, Что так прекрасно поливает эту розу? Можешь не сдавать имя? Главное, Что ты пахнешь и цветешь. Николай, Главное, Что мне долго пахло. И вкусно. Но это уже зависит от садовника. И вкусно. Правильно. Вот. Ну что ж, Мария, Мы сегодня счастливы, Что сегодня ты оказалась здесь, На нашем суперпроекте. Пятый сезон. Мы так давно тебя ждали. И, конечно же, Это сотня. Невозможно без твоего участия, Потому что ты поставишь Конкретную талантливую точку И объединишь 99 прекрасных, Талантливых людей Своим присутствием. 99? И ты станешь сотым участником. Приглашаю тебя на стену наших экспертов. И вот присоединяйся к Сергею Лазареву, Если ты помнишь артиста такого. Сергею Сережу? Да. Я тебя забыла, Я его помню, дорогой. Помню тебя. Люблю тебя, Маша. Жду тебя. Маша, я сегодня о себе напомню. Ты меня не забудешь, Оставшиеся 120 лет. Коля, ты уже монумент. Это понятно. Посмотри, там Олег Влади, Это талантливый композитор. Он пишет супер-хиты. И Лазареву, и все. Махни мне вот так вот. Вот. Он в Тигровом сегодня. Специально. Он будет набрасываться на тебя. Почему? Потому что у него столько для тебя песен. А-а-а. Так что идите, договаривайтесь. Хорошо. Аплодисменты Маша Распутина. Добрый вечер, друзья. В эфире шоу, которое создает целую вокальную вселенную. Наша галактика уже полна ярких звезд. И мы продолжаем их открывать. В эфире самое грандиозное вокальное шоу страны. Ну-ка, все вместе! За моей спиной расположилась великая сотня. Самое большое скопление звездных экспертов в истории вокальных проектов. Среди них представители всех музыкальных жанров и направлений. Певцы, авторы, композиторы, преподаватели, победители музыкальных премий и живые легенды эстрады. Ну а самой яркой точкой нашего созвездия бесспорно является лидер сотни Сергей Лазарев. Друзья, здравствуйте. Наше экспертное созвездие прекрасно само по себе. Но во всю силу оно сияет только тогда, когда вся сотня встает, чтобы подпеть нашему участнику. Надеюсь, что сегодня мы будем наблюдать это астрономическое явление. Всем удачи! Наши правила просты. Участники выступают по очереди. Их задача поднять на ноги как можно больше экспертов. Сколько человек встанут и подпоют, столько баллов и получит претендент. Тройка лучших поборется за два места в полуфинале, где пройдет дополнительный отбор лучших из лучших. И самые сильные сразятся в финале. За большой денежный приз 5 миллионов рублей и почетное звание победителя сезона. Также от нашего информационного партнера радиостанции «Новое радио» победитель получит сертификат на создание оригинального сингла и ротации его в эфире нового радио, где звучат только суперхиты и суперновинки. Но финал и полуфинал – это все потом. А сейчас мы начинаем очередной отборочный тур 5-го сезона самого грандиозного вокального шоу страны. Ну-ка, все вместе! АПЛОДИСМЕНТЫ Пятый сезон в ФЖУ. И, ты знаешь, иногда думаю, что невозможно удивить. А на самом деле столько удивительных голосов, столько открытий. У нас такая талантливая страна. Я всегда волнуюсь за первого участника, как будто мне самому нужно выходить на эту сцену. Не знаю почему, но из раза в раз так происходит. Я просто хочу пожелать удачи и пускай все сложится. Здравствуйте, меня зовут Слава Новиков, мне 29 лет, я из города Омска. Я самородок, музыкального образования у меня, к сожалению, нет. Но я пою, люблю очень лирические песни про любовь. С 18 лет я уже в Омске работал в ресторанах, в довольно таких хороших ресторанах. И как бы вот эти песни мне были по душе, ресторанные, душевные. Я жил в Омске, учился в школе. У меня был товарищ, он был концертным директором разных певцов. Однажды он ко мне пришел домой в гости, говорит, Слава, я хочу тебя показать человеку одному очень серьезному. И вот мы собрались, поехали в Москву, спел, ему все понравилось. Мы заключили с ним контракт. Я выступил на новой волне, я представлял Россию на новой детской волне. Я снялся в сериале «Кармелита». Потом после новой волны был такой концерт, он назывался «Рождественская песенка», где все участники новой волны пели с какими-то артистами. Но мне выпал шанс спеть с Григорием Лепсом. Вот я тоже спел с ним песню. Но потом так получилось, такой неприятный момент, что этот человек контракт расторг, и меня отправили обратно в Омск. Я разочаровался вообще в музыке, я был молодым. Пошел работать на стройку. Работы я не боюсь. В то же время я и смотрел разные конкурсы по телевизору. Ну-ка, все вместе в том числе. Очень хотелось мне сюда приехать, показать себя, на что я способен. И вот Бог мне помог, я сейчас нахожусь здесь, чему очень рад. Хочу, чтобы меня услышало больше аудитории, чтобы они услышали, что я пою душой, сердцем, и что у меня есть все для того, чтобы я выступал на большой сцене. Какой хороший человек. Моряк в развалочку. Смотри, какая походка. Сошел на берег. Здравствуйте, уважаемая сотня. Меня зовут Слава Новиков. Добряк, добряк, сразу видно, знаешь. Мне 29 лет. Хочу для вас исполнить свою любимую песню. Надеюсь, она вам понравится. Струмно, очень струмно. Я вообще думала, у него низкий голос сейчас заговорит. А вот все-таки не знает человек, что белый цвет полнит. Ну куда чего-то? Я волнуюсь, как будто я на сцене сейчас. Мне кажется, он нервничает. Я злой, все. Ну что, полицейский сегодня. А злой, злой, полицейский сегодня. Ага. Ты помнишь радость и смятение. Ой, Любочка Успенская. Ну, песня-то легендарная. Ты знаешь тайну одиночества. Его загадку и пророчество. Ох, я любовь слышу все равно. И сон, который должен кончиться красиво. Аккуратнее, блин. Породия какая-то. Бежишь по полю снежному. По счастью безмятежному. Скучая и тоскуя далекому. Нет, никогда не вспомнилась эта песня вообще. Посмотри, мы не песня. Бежишь по полю снежному. Как будто все по-прежнему люблю я. Я не знаю, как я по-другому спеть. Я Любу слышу все равно. Ты помнишь сны неразделённые? Глаза чужие и бестонные. И наши тени, отражённые свечами. Ты знаешь боль, что не прощается. И грусть, которой всё кончается. И сон, который повторяется ночами. К единственному нежному. Бежишь по полю снежному. По счастью безмятежному. Скучая и тоскуя. К далёкому и грешному. Бежишь по полю снежному. Как будто всё по-прежнему люблю я. Как будто всё по-прежнему люблю я. Как так можно на такое пение не вставать? Спасибо. Дорогие друзья, давайте посмотрим, сколько голосов набрал своим проникновенным чувственным голосом Слава Новиков. О, 69 голосов. Это прекрасный результат. Ну что ж, я хотел начать с Ириной Олифер, потому что она сразу рыдает. То ли когда видит красивого мужика, то ли когда ей нравится песня. Ирочка, такое трогательное же было исполнение. Очень трогательное. Правда, очень необычное. Потому что, конечно, я привыкла слышать это в исполнении Любови Успенской. Спасибо вам большое, потому что, правда, для меня очень необычно было ваше исполнение. У вас богатый голос, у вас огромный голос, у вас большие возможности. Что сказать, вы мне очень понравились. А любимая в зале, Слава, кому песня посвящена? Конечно. Вон она. А ты что, всех знаешь, не могу понять всё? А я, поэтому обидно просто. А представь, представь. Если тебя буду думать, что у нас всё предвзято тут, понимаешь, ты всех знаешь. Ну что такое? Супругу зовут Амина. Амина, Амина, мы вас приветствуем. Как можно было не влюбиться в человека, который так может петь серенады? А он часто вам песни посвящает? Да, часто. А какие-то чужие или свои даже пишет? Пока только чужие. Но зато, какими великими словами он говорит о своей любви к вам посредством своего голоса. Вот, поэтому я самый лучший ведущий на свадьбе. Ну, дорого. Сейчас мы спросим, чего же не хватило нашим экспертам. Я нахожусь рядом с Дарьей Храмовой. С нашей суперфиналисткой. Супер сезона. Спасибо. Потрясающая, потрясающая певица исполнительница. Я сижу и приношу за это свои извинения, но для меня в этой песне есть очень большая и красивая история, которую я сначала не поняла. На меня немножко пытались накричать. И я поэтому с самого начала испугалась и не понимала, что происходит. Мне кажется, что нужно было начать более плавно и подвести к этой кульминации красивой. И тогда я уверена, что стояло бы сотня. Но, к сожалению, мне не хватило развития. Извините. Склазили. Спасибо. Ну, а сейчас я говорю к вулкану, к урагану. Страсти, эмоции. Итери, сделай лицо, как в рекламе. Чтобы посмотреть на тебя и что-то купить сразу же. Да? Да. А до этого ты стояла бы и возмущалась. Я бы, например, я бы купила голоса Славы, если это можно было бы на нашей стене делать. Нельзя. Ну, сказать все честно. А это нельзя. У нас все честно. Но я не понимаю такую честность, когда такой вокалист, такой артист... Он у тебя занимается, да? Нет. Неужели? Я отказалась этим заниматься, потому что Слава пришла... Вот поэтому 69 голосов. Нет, не поэтому. Потому что я сказала, что тут такая природа, которой я не имею права к ней прикасаться. Это великий певец, великий артист. Я надеюсь, что телезрители, которые увидят тебя, будут в таком восторге. Потому что ты настоящий. Я люблю твой голос. И твое настоящее, доброе, красивое, поющее сердце. Спасибо. Ох! Наливай! Наливай! Вопрос сейчас будет на засыпку. У нас сидит королева, царица в сотне. Мария Распутина сегодня нашла время. Мария выехала из своего роскошного особняка. Еле доехала по пробкам в Москве. Почему ты сидишь? Почему не встала? Ты не любишь Успенскую? А надо встать. Я хочу сказать, что я сейчас услышала прекрасные вокальные данные. Парень так хорошо, красиво пел, но я слышала не этого парня, не Славу, но я слышала Успенскую. Ты даже акценты ее везде расставлял. Поэтому я видела Успенскую. А ты должен своим великолепным... У тебя же великолепные от Бога вокальные данные. Ты должен своим голосом, своей душой, своей энергетикой спеть эту песню по-своему. Меня сразу испугало начало. Потому что у меня вот первая строчка... Вы еще так сделали лицо, и у меня было ощущение, что сейчас какой-то пародийный номер. Я встал, потому что ко второму куплету и припеву вы пришли как-то в себя. Я почувствовал, что нет, все-таки это не пародия, это поет Слава, и у него совершенно какая-то своя энергетика, и он отдельный артист. Но первое начальное ощущение, что это просто пародия. Ты точно в золотом квадрате? Да, в золотом, потому что я сказал, что я ко второму куплету и припеву все-таки отчленил Любу от Славы, и услышал Славу, и поддержал Славу. Ну и еще верещащая Этери, тут, конечно, ты так давишь, ужас просто. Я? Да, конечно, жалко. Жалко, что не так много, как могло бы быть, но тем не менее, 69 – это хороший результат. У нас бывало, что с такими цифрами и в батл приходили, так что желаем вам этого. Не расстраивайтесь в свое время. Спасибо большое. В любом случае, вот эти 69 человек, они вам аплодируют, потому что получили полнейшее удовольствие от вашего исполнения. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, Слава Новиков занимает первое место в тройке лидеров. Приветствуем тебя. Не было бы ему спеть так, чтобы не узнали, чью песню он пел. Вот это было бы, тогда и я бы встала. Да, да, да. Мне кажется, что он не сделал всего того, что в нем есть. Что может. То есть вначале, вы слышали вообще мелизмы, какие у него они четкие, красивые. Так, жару надо, дайте нам жару. Танцевать? Ну, пора бы. Пора бы. Хотелось бы потанцевать чуть-чуть. Всем здравствуйте. Меня зовут Екатерина Великопольская, мне 32 года, и я из республики Коми, из поселка Нижний Одес. Я могу смело сказать, я народница до мозга костей. Я с самого детства пела народные песни. Баян и кокошник в 4 года. Это вообще моя просто, мне кажется, энергия и моя жизнь. Следовательно, я фолк-певица. Я безумно люблю ваш проект. Я, считай, прожила на этом проекте четвертый сезон и суперсезон, потому что моя лучшая подруга – это Симона Куприна. И мы были в группе поддержки. Я, мне кажется, посидела за весь этот этап. Я бесконечно люблю выступать, дарить всем радость, всех зажигать. Если это какая-то лирическая композиция, то входить настолько в душу, чтобы там посопереживать и обратно ее вытащить наизнанку, потом завернуть, закрыть и сказать «все будет хорошо». То есть я в этом прям уверена, что это так. Следовательно, я не могу по-другому, я не могу без сцены. Я прошла длинный путь для того, чтобы этот талант опять вышел в свет, потому что длиной в 10 лет. Я долго не пела, я занималась артистами. Ну, то есть я всегда в творчестве. Я была арт-директором, занималась артистами. То есть всю внутрянку я знаю просто как куча наших. Вот. Ну, собственно, а теперь настало мое время. Оно пришло, и я готова. И я еще и на «ну-ка все вместе», да, где есть возможность показать свое творчество и вообще показать себя как артиста. Это мой этап, это мое испытание. Я его пройду так, как должно быть. Ну, заявка наступала. Это просто важная. Здравствуйте, уважаемая сотня. Я очень рада находиться сегодня здесь, на этой сцене. И буду счастлива, если мы с вами споем все вместе. Какое-то ультра-народное творчество сейчас будет. Интересно. Это не твоя подруга? Это моя лучшая подруга. Она, она. А, понятно. Думаю, очень похоже. Боже, все. Давай, любимая. Боже, боже, боже. Давай, солнышко. Скажи мне, кто твой друг? Ну, наряд еще такой, да? Да. Ну, как сказать, концептуально. Вау, ну, как-то, да? Красиво. Очень непримиримая пока ситуация. Ох ты, парушка паранья, Ты за что любишь, Ивана? Очень здорово. Кудривьются до лица. Люблю Ваньку молодца. Я люблю Ивана. Я люблю Ивана. Что головушка кудрява, А бородушка кучерява, Кудривьются до лица. Люблю Ваньку молодца. А как голос кисаться? Голос кисаться в качу. Обалденно. Обалденно. А что дом? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что же, дорогие друзья, давайте посмотрим, сколько баллов набрала мощная русская песня в исполнении Екатерины Великопольской. Субтитры делал DimaTorzok Моя лучшая подруга. Мы дружим больше 11 лет. И она пережила со мной все сезоны, в которых я была. Вот, солнышко моё. Ты всё, что смогла, сделала. Нет, не всё, что смогла. Ты можешь лучше. И надеюсь, что ты будешь батлиться и покажешь всем, что ты умеешь. С такими баллами можно и без батлов пройти. Ну, может. Но если не будет батлиться, то потом в полуфинале всем покажешь. Класс. Я тебя очень люблю. Симон, а справа тебя Эльдар, очень у нас знаменитый диджей. Скажи, пожалуйста, звучат ли в наше время на дискотеках вот такие русские народные песни в современных обработках? Абсолютно точно. Именно такие обработки старых песен звучат сейчас очень актуально и популярно. И вот конкретно с этого трека я бы вообще начинал свой сет. Он такой мощный, глубокий, из него можно выйти. Можно? Беру. Ох, я наконец-то в народном секторе. Вот мои ягодки. Мои сладкие, весёлые, зажигательные. Ну? Нет, всё-таки ты. Я всё-таки, да? Хорошо. Заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева. Я восхищаюсь народной песней. Вообще восхищаюсь людьми, которые прикасаются к этому жанру. Для меня он очень трепетный, очень дорог. Вы отвечаете за популяризацию народного жанра. И за это вам огромное спасибо. Вы справились. Ура! Ура, да здравствует она! Мария! Марина! Марина! Твой жемчуг выбил из моей головы твоё имя. Ну, говори, королева. Я просто скажу, что это было очень классно. Это было очень драйвово, это было качёво. И спасибо вам, что вы, не имея отношения к народной... Ну, вы же не учились, правильно? У вас нет народного образования. Вот! Отдельное вам большое спасибо и низкий поклон за то, что вы, не имея отношения к народной традиции, к народной культуре, вы её транслируете, вы берёте материал. Спасибо вам огромнейшее! И вам спасибо, Марина! Ты мне своей диафрагмой закрыла двоих человек. Да, я к ним подойду. Так, а вы чё? Как-то вцепились вы в кресло, как будто у вас турбулентность на стене. Мы сразу заметили стиль от Симоны. Симон, ты молодец. Посмотри, что сама в прошлый раз глаз не оторвать. Ярко, эффектно. И подругу так уже привела. А по поводу музыки, Качёш, прости, пожалуйста, это, конечно, вот, говорится русская песня. Оно, конечно, к этому не имеет отношения, ты меня прости. Я хорошо в этом разбираюсь, но это не туда. Зато я безумно рад, безумно рад, что этот профсоюз, злая профессура, я так всегда говорю, она стоит. Вы посмотрите, они стоят. Вообще, могу сказать, эти вообще почти никогда не встают. Вот это успех! Вот по этим клеточкам надо судить свой успех. Можно набрать много баллов, но не попасть в сердце Солода. Двойного Солода. В моё сердце в любом случае попадёт тот певец, тот артист, который по-настоящему поёт. Понимаете? И вы сейчас это сделали замечательно. Вы спели песню от начала и до самого конца. Внешний вид аккуратен, ярок. И, по-моему, всё-таки даже под внешний вид была создана и сама формула этой песни, сама форма, сама аранжировка. И вы сделали всё очень качественно, правильно и даже, по-моему, очень профессионально. Спасибо большое. Ну что ж, Мария, Мария, на шестой секунде подскочила. На шестой секунде. Коля, ты всех цапых, всех лапаешь девушек красивых, я заметила. Ты какой-то... А ты что, наблюдательная такая? Наблюдательная, Коля. Ты ревнуешь или следишь за мной? Очень даже ревную. Я даже Сергею говорю, что это он там лапаешь. Сергей, а что вы руки не распускаете? Да нет, я же говорю, что он полапает, полапает и всё. Он до дела-то не доходит никому. Так это же называется романтика. Оля, прекратила путь. Я восхищена, Екатерина. Ты так лихо играла со своим голосом, начиная с верхов и заканчивая низами. То есть это был такой потрясный вариант и в таком стиле. И ты ещё и артистка живая, настоящая. Ты поёшь по-своему, классно поёшь. Мне всё понравилось. Единственный вопрос. Очки специально вот к этому костюму. Мне хотелось увидеть твои глаза. Я думаю, что они должны выражать что-то. Вот, видишь, зачем закрывать прекрасные глаза? Спасибо, Мария, браво! Браво! Ну, а теперь Сергей Лазарев. На мой взгляд, друзья, опять же, мне так кажется, что очень многие повставали именно на крутой продакшн. Это правда очень классная сделанная аранжировка. И как некий эксперимент, это очень круто. Далее вопрос. Это единичный эксперимент? Либо же вы в таком жанре всё поёте? У меня электронный проект в технофолк стиле. Да, великопольский. Это прекрасно, это здорово. Но мне во всём этом музыкальном эксперименте в Винегрете не хватило вокального мастерства. Вот если бы это... Да, если бы там... Вот мне народности как раз вот в этом не хватило. И у меня бы этот микс сработал, если бы продакшн, аранжировка была такая, какая есть. А в вашем голосе я услышал больше народных ноток. Вот тогда для меня... А сейчас, ну, это такой закос, прикольный проект клубной. Но народности мне как раз, кроме произведения оригинального, для меня не было. Но, Екатерина, у вас 93 голоса! И вы занимаете первое место в тройке лидеров! Браво! Столько людей от Ригера, потому что очень было много красок в голосе. А если бы это было одно и то же, то было бы как раз таки неинтересно. Народная манера, она бы спела, ну и чего? Она сделала супер, мне понравилось. Ты знаешь, этот номер, который не забудут, и это самое главное, потому что огромное количество было прекрасных вокалистов, но насколько она яркая... Скажи, яркость всё-таки тоже... Это очень ценится. Вот это очень важно, да. Тут каждая мелочь решает. В тройке лидеров осталось одно свободное место, но уже после следующего выступления его займёт талантливый вокалист или вокалистка. Ну-ка все вместе, мы продолжаем! Белым был, красным. Красный, синий, белый должен быть. И потом они должны встать в цвета российского флага. Меня зовут Мишель Барави, мне 27 лет, я из Москвы. Моё имя, оно экзотическое, но я не француз. Меня назвала так бабушка. Корни мои из Грузии, но по национальности я из Ид. И я автор-исполнитель собственных песен в жанре поп. В целом я больше когда-то, наверное, лирический такой персонаж. Ну, хоть внешность у меня и не совсем соответствует моему образу. С виду я такой бородатый, да, дядя? А так, на самом деле, я больше лирик, наверное. Что-то там про любовь, про любовь к жизни, к родным, к противоположному полу. Меня неоднократно приглашали на такие торжества, как венчание, когда делают предложения. Мои песни, они подходят под эту тематику, скажем так. Моя мечта, чтобы меня услышало как можно больше людей. Надеюсь, верю в то, что у меня получится завоевать сердца слушателей сотни. И результат будет ошеломительный. Ой, какой прекрасный человек. Мне кажется, что-то стильное будет такое. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Мишель Барави, мне 27 лет. Я хочу для вас петь. Чего Мишель? Миша? Так, мальчишка? У-у-у! Броно Марса, какого-нибудь, давай. Можно же, нет? Рано! Чик-пастый, а? Сону хочется. Ну, просто как бы все хорошо. Ну, а свободный парень, то есть до этого тебе нормально, да? КОНЕЦ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Саша Санта Саша, ну как тебе? Если бы я сегодня участвовал в конкурсе, я бы хотел, чтобы мое выступление было вот таким О! Да Это круто! Спасибо огромное! Вышел и победил сразу! Никит, ну ты вообще чувствуешь на своих плечах груз ответственности? Ты же представляешь радиостанцию, которая взяла на себя важную роль в нашем шоу. Новое радио подарит победителю запись собственной песни, сертификат. Да, мы обязательно... Вот этот участник может побороться за победу? Абсолютно точно, у него есть шикарные вокальные данные, видно, что он современный. И со мной рядом здесь сидит вот твоя подруга с детства, она меня тебе еще прорекламировала, как ты только вышел. Я думаю, я уже был просто вот на готове, думаю, сейчас услышать. И я не разочаровался, ты прям потряс, очень крутой, молодец. Спасибо огромное. Я желаю тебе дойти до финала. Спасибо. И чтобы у тебя все получилось. Ну, Дарья, тогда вас я спрашивать не буду, раз вы все про него знаете. Эрик, Яночка, как вы не стали на такого вокалиста? Мы вместе с Эриком можем ответить одновременно. Нам одно и то же не понравилось, прости, братан, это про «Fing another man». Мы не смогли встать на это, простите. Всего лишь на это? Еще есть моменты. Глубина. Как бы мы слышали все время вот эти вот штуки, а мы хотели услышать... Мы прям с Эриком такие сидим и думаем, ну, давай нам вот это вот изюминки, басы вот эти вот, вот это вот мужское. А, Эрик, скажи что-нибудь? Скажи то же самое. Ты говорила, то же самое. Песни на английском. Для меня... Это не родной язык. Нет, это тоже, это понятно. Просто, когда я слышу либо акцент, для меня это сразу все ломается. Я хотел услышать какую-то изюминку в голосе. Эричик, дорогой, ты тоже не всегда пел на чистом английском языке, поверь мне. Вот видишь, как они все? Вот так. А мне очень нравится, как бывшие участники, которые там стояли, мочат нынешних. Ну, подожди, до тебя очередь зайдет. Мы там стояли, мы получали красные кнопки, а теперь слушайте, что мы скажем. Ужасно! У нас претензии, нам не понравилось платье. А вот это где, вот это, где нижний звук? А я обожаю вот это. Бывшие, да, у тебя, казалось бы. Я очень люблю профессорскую, обожаю. Но так как сегодня в ваши ряды прибыл Владимир Коробко, поэтому я буду чаще его спрашивать, потому что вы уже стали у нас тотемными профессорами нашей стены. А хочется еще свежий взгляд профессуры. Володя, вам слово. Да, мне понравилось очень. С чем я сталкиваюсь очень часто у исполнителей, ну, как бы в современных стилях. Недостаток ритмичности, пульсации жизни внутри, грубо и так далее. Вот здесь было все классно. И я вас очень благодарю. Классный мальчик. Боже, какие приятные слова. Ну, Мария, диво-дивное, чудо-чудное, королева красоты. Выступление просто потрясно великолепное. Никита, ты был настолько легок. Мишель. Никита, е-мое, что у меня Никита? Мария, кто такой Никита? Я не знаю, среди твоих родственников этих имел. Ну, я тебе потом за угол зайдем, я тебе расскажу. Он классный, чувак. Ты сегодня после него? Нет, я завтра. Николька, ну не смеши меня, Николай, монумент наш. Мишель. Мишель. А что ты так себя назвал, Мишель? Да это не он, родители. А, Мишель, именно Мишель, да? Это было великолепно. Ты действительно мастерски это делаешь. Это безумно классно. Круто, профессионально, великолепно, легко, с куражом. Браво. Браво. Спасибо, Мария. Ну, слово Сергею, лидеру сотни. Сережа, теперь ты. Ну, на мой вкус и взгляд, это пока сильнейшее выступление вокально. И для меня этот артист должен быть сейчас на первом месте. По мне. Мишель, хочу вам сказать, что Сергей Лазарев за все пять сезонов только дважды нажал раньше кнопку. Второй раз сейчас на вашем исполнении. Да, это правда. Потому что там вначале было несколько таких моментов и такие аккуратные мелизмы, что я не мог. Я просто сразу понял, что там будет дальше, поэтому я нажал кнопку. А мы знаем, что будет дальше прямо сейчас. Мишель набирает 90 баллов и занимает второе место в тройке лидеров. Браво. А Слава переходит на третью позицию. Я просто возмущен, просто возмущен. Это самый бредовый комментарий, который можно было услышать сегодня. Вы там завелись-то. Да, потому что это глупость какая-то. Это не дано возможности человеку, который правда любит музыку, сейчас оказаться в нормальном положении. Оценивать вокалиста, оценивать вокалиста, почему. Или они правда считают, что в предыдущем сезоне они пели здесь на чистейшем английском, на чистейшем. Что за ерунда? Нет, а Яна Плиндер вообще поет? Вообще. Тут другой вопрос. А ты представляешь, если будет такое, что выйдет какой-то исполнитель, который наберет 100 баллов, например. Да. И они отодвинутся на второе-третье место, и у них будет батл. Вот это будет интересно. Разные жанры, абсолютно разные стили. А в легкую такое может быть у нас? Может быть, конечно. Тут все что угодно бывает. Может быть. Здравствуйте. Мы сестры Татьяна и Анастасия Громыко. Нам 22 года. Мы из солнечного города Краснодар. С самого детства мы поем в дуэте, и это считается как бы наша изюминка. Так как у нас очень сливаются голоса и как... Дополняем друг друга. Да. Сейчас мы учимся в Институте культуры на заочном отделении, а так работаем артистками Краснодарской филармонии. Мы поем в разных стилях. Ну, больше, конечно, эстрадные пения, поп. Сейчас пробовали также народные пения. Таня более серьезная в творчестве, то есть у нее все должно быть четко. Даже если какой-то косяк, все. Она уже вся в панике. А я как-то более лояльно к этому отношусь. Ссоримся. Ссоримся, но мы сразу умеримся. То есть пять минут прошло, все, мы забыли уже, что мы поссорились. То есть это... Да, мы отходчивы. Бывает такое, что мы можем одновременно сказать слово, там, не знаю, запеть одну и ту же песню. Это бывает очень часто. И бывает, что я, допустим, расстроена, она уже сразу поняла, в чем проблема. Со взгляда понимаем друг друга. Ей на душе становится плохо, и мне. Ну, вообще, уже успех. То, что мы участвуем в этом конкурсе. Это большой успех для нас. Да. Даже если что-то пойдет не так, мы не расстроимся, потому что это для нас будет опыт. Большой. Да. И будем стремиться к лучшему. Ну, и еще в шоу «Ну-ка всем вместе» не было близняшек. Мы будем первыми. Два сорта одинаковых цвета. Похожие же, да? Сестренки. А какие красивые. Здравствуйте. Мы сестры Татьяна и Анастасия Громыко. И мы очень рады сегодня стоять на этой сцене. Сейчас сестры Зайцевы напряглись. Такие милые. Они просто куколки. Красивые, тоненькие такие, изящные. Как фарфоровые статуэтки. Да, да, да. Дуэтам тяжело, да. Как дельфины, мы уходим в плаванье, ища вторую половину. Они нашли вторую половину в себе. Сильность, сильную спину я жду опять. Когда не будем, как они. Мы притворяться сильными. И вдвоем так это здорово. И бояться быть некрасивыми. Мы одно и то же. Нам же нравится одно и то же. Смотреть в окно, искать людей похожих. Одно и то же. Нам же нравится одно и то же. Сейчас хорошо. Сердце прям звучит ровно. Смотреть в окно, искать людей похожих. И искать. Я знаю, как-нибудь. Мы перестанем ссориться. Я верю в невозможное. Учесть ошибки прошлого. Идея, понятно, но не сливаются глаза. Мы просто давай сейчас останемся. Искать на небе линии твоего и моего имени. Одно и то же. Одно и то же. Нам же нравится одно и то же. Одно и то же. Смотреть в окно, искать людей похожих. Искать. Одно и то же. Нам же нравится одно и то же. Смотреть в окно, искать людей похожих. Искать. Ничем не взяли. Ни тембром, ни ничем. Ну что ж. Давайте посмотрим, сколько голосов помимо голоса Сергея Лазарева набирает Татьяна Анастасия Громыко. Ребят, ну это не было так плохо, чтобы это было 24. Ну вы же зажрались уж, извините, конечно. Это не было так плохо, девочки. И это было, это было гораздо на более высокую оценку. Позвольте сразу скажу. Зрители все чувствуют. Всегда. Зрители это вообще самое важное, что в вашей жизни должно быть. Судьи, члены жюри, это все прекрасно. Но мы поем не для судей, для членов жюри. Мы поем для зрителей. Если зрителю нравится, это самое главное. Зрители в восторге. Так вы повыгоняли всех, кто нравится зрителям. Я честно могу сказать, что это было очень трогательно. Вам, конечно, не хватает опыта чуть-чуть. И вот это все чувствуется, эта аккуратность ученическая такая. Вот здесь все-таки пришли вырывать победу все. А вы, такие два ангелочка, залетели к нам сюда, спели красиво. И вот, получается, улетаете. Но выступление на этой легендарной сцене, пусть это будет небольшим таким шажком вперед все равно. И уроком для того, чтобы больше заниматься, чтобы больше выступать, чтобы набрать больше опыта. Потому что пока опыта, конечно же, не хватает. Не смотрите на эти оценки. Вы заслуживаете гораздо большего. Девчонки, а кто вас пришел поддержать? Ваши друзья. Они так за вас переживают. У них, я смотрю, глаза на мокром месте. Там третья сестра у вас есть, да? Нет. Нет? Подруга. Подруга. Как вас зовут? Анжела. Анжелочка, привет. Ну, чего расстроилась-то? Не согласна, ажиури. АПЛОДИСМЕНТЫ На сколько баллов, по-твоему, было это выступление? Ну, 85-90 точно. Не, ну это, конечно, за... Да, ну, надо. Да? Это, конечно, просто чуть-чуть... Да, через что? Я думаю, что все равно есть песни, в которых они могут себя проявить, все свои возможности. А что ж не проявили-то сейчас? А капельно что-нибудь, спойте еще, порадуйте нас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Летел голубь, летел сизый с оголубицею, Шел удалый молодец, да с красной девицею. Шел удалый молодец, да с красной девицею. Что не сизоньки голубчик, добрый молодец идет. Что не сизая голубка, красная девица душа. Что не сизая голубка, красная девица душа. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот вам что надо петь. Ну, если вы пришли сюда, на большую сцену, когда такие в жюри волки сидят, так вы же должны быть так науськами, такие быть профессионалки. И такое сотворить, что все бы ахнули, понимаете? Вот что надо. А действительно, как Сережа нам сказал, что вы ангелочки. Ангелочки, да. Но вы знаете, на самом деле, Маш, знаешь, что я скажу? Песни Айовы, они очень непростые. Она стилистически, на самом деле, Айова, поет настолько личностно, что вот спеть ее песни может только она. У нее определенный ритм в песне, у нее определенная манера исполнения. Полиночка, ты же пела эту песню. Лазарев, когда Полина пела, ты плакал. Да, я помню. Вот действительно, акапельное выступление, у меня пошли мурашки. Песня Айова, во-первых, спасибо вам за нее. Я люблю эту песню, она для меня знаковая. Я люблю Айову, но мне не хватило интимности. Я видела, как вы стараетесь, как вы друг друга поддерживаете. Хотелось к вам туда прыгнуть на сцену и поддержать вас, обнять. Не останавливайтесь, ни в коем случае. На баллы не смотрите, идите дальше. Спасибо. Оля, ну когда девчонки вышли, сестры Зайцевы-то напряглись. Мне очень хочется услышать их мнение. Ну, конечно, не могу не попросить передать микрофон сестрам Зайцевым. Девочки, вы посмотрите, все-таки вы близняшки, да? А сестры Зайцевы двойняшки. Кто тебе сказал? Однояйцовые близнецы. Это я понял с первого сезона. Я четко знаю. Вот которая справа, старшая, младшая, блин, ошиблась. Да просто с какой стороны посмотреть, все хорошо, нормально. Ваш вид все поразило меня. А от первой песни вот эти слова нас тронули, потому что мы вас чувствуем, вы же наши. Мы близнецов вообще обожаем. Они какие-то, ну они неземные, правда ведь? А вы очень чистые, поверьте. Если вы будете дальше работать, у вас все получится. Спасибо. Вы просто великолепны. Сестра, сестра, тепло костра, Огонек свечи ледяной ночи. Сестра, сестра, в чужих краях пусть хранит тебя. Зайцева, вы не в ту тональность полезли. Браво, все, верните микрофон. Я пережил этот кризис среднего возраста. Можно отдельный аплодисменты с сестрам Зайцевым. За все сезоны. Уникальные члены нашей судейской коллеги. Браво, правда. Мы вас очень любим. А вот группа Кватра, вот есть кто поют вдвоем, а есть поют четвером. Ну что ж, ребята, я смотрю, когда действительно они запели вторую песню, вы подскочили с восторгом, а первая как-то вас не захватила. Ну, Антон, говори. Вам преподавали, наверное, ансамбль, да? Естественно. Вот так же, как у нас. Нас четверо. И мы всегда знаем, как сложно петь ансамблем, как сложно петь в несколько голосов, как сложно петь в унисон. И когда вы запели в унисон акапелла, это было фантастически. Не расстраивайтесь только. Ни в коем случае сейчас не расстраивайтесь. Потому что мы вам, как профессионалы, у нас классическое образование. Мы вам говорим, что у вас большое будущее. Спасибо. То есть, как говорится, ой, они хорошо поют, кстати. Ну, давайте, давайте. Три, четыре. Три, четыре. Коля, ну ты нам поможешь? Стай на фронт. 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 Все у вас получится. 24 балла. Но зато сколько обсуждения. Сколько прекрасных слов. Сколько незабываемых эмоций. Наши аплодисменты зрителей всей сотни. Татьяна и Анастасия Громыко. Спасибо огромное. Браво. Спасибо. Ну, девочки приятные. Девочки очень красивые, милые, правда, очень воспитанные. Иногда это играет... Мне кажется, если бы они прошли дальше, в следующей программе они бы дали жару. Вышли бы в латексе, пели бы какую-нибудь дерзкую песню. Тройка лидеров буквально на полпути к победе в сегодняшнем туре. Но расслабляться рано. Ведь оставшиеся претенденты приложат все усилия, чтобы занять их места. Ну-ка все вместе. Ну-ка продолжим. Пятый сезон в разгаре. Точно должен быть какой-то певец. Такой. Такой, такой певец. Я решил поучаствовать в телепроекте «Ну-ка все вместе». Ну, как бы... Я не соревнуюсь с молодежью. Я хочу показать молодежи, как все-таки надо исполнять. Как нужно держаться на сцене. Вот это. Поделиться своим профессиональным опытом. Зажжем. Ого! Как неожиданно! Вот это да! О! Калдуваю. Предсказываю. Ирина Ванга. Здравствуйте, дорогие эксперты. Игорь Артамонов. Город-герой Севастополя. Я хочу, дорогие мои, всем вам пожелать творческого долголетия. Спасибо. Ой, прекрасное пожелание. И мы, и я желаю сейчас нашему потрясающему участнику показать себя на все 100 голосов. Ты такой добротой повеяла, да? Таким теплом. Сейчас главное вставать не из-за того, что... Да, не уважение к возрасту. Да, вот я про это и говорю. Ой, я за него буду волноваться больше всего. Почему? Не знаю. Уважение у меня вызывает старшее поколение. Да. Волнуются, жалко. Ах, Настасья, народник. Ах, Настасья, ах, Настасья, отворяй-ка борота. Ой, люшеньки, люли-люли, отворяй-ка борота. Отворяй-ка борота. Принимай-ка молодца. Ой, люшеньки, люли-люли, принимай-ка молодца. Я бы рада отворила. Буйный ветер в лицо бьет. Ой, люшеньки, люли-люли, буйный ветер в лицо бьет. Буйный ветер в лицо бьет. Мелким гощичком сечет. Ой, люшеньки, люли-люли, мелким гощичком сечет. Это очень мило. МЕЛЫde МЕЛКИМ ДОЖДИЧКАМСЯЧОТ ЗА ГОЛОВКИ И ЦВЕТ РЕВЕТ О, Илюшеньки, Люли-люли, ЗА ГОЛОВКИ И ЦВЕТ РЕВЕТ МЕЛОКИ томады, Дождиочки, Сечёт, ретевое сердце мрёт. Ой, люшень, илю-ли-лю-ли, Ретевое сердце мрёт. Ой, люшень, илю-ли-лю-ли, Ретевое сердце мрёт. Спасибо. Игорь, спасибо огромное. Просто блистательное исполнение. Ваш голос ярок, звонок, и вы доставили невероятное удовольствие для огромного количества людей, которые не только сидят, но и которые стоят, и которые сегодня смотрят телевизор, потому что у вас поёт душа, у вас поёт сердце, от этого вы молоды всегда. Вот так бы я сказал. Спасибо, Николай. Итак, давайте посмотрим, сколько баллов набрал Игорь Артамонов. О, ну на самом деле это неплохой результат. Ещё четыре голоса, и вы бы потеснили бы славу в тройке лидеров. Юра, что ты скажешь? Здравствуйте, Игорь. Огромное спасибо, что вы появились здесь. Здесь у нас прекрасный образец творческого долголетия. Спасибо вам огромное за это. Я когда услышал ваш тембр, я сразу посмотрел по сторонам и понял, что я хочу встать. Вот это удивление от вас встреча с вашим, с вашим голосом, с вашим живым голосом. Пускай будет также подарком для всех тех, кто сейчас вас смотрит и слушает на канале «Россия». Вы часть нашей большой музыкальной культуры. Спасибо вам огромное. Спасибо. МЧС Алексей и Мария. Спасибо, я, Господи, я счастлива. Нам не дали сказать на нашего друга слова. Игорек, как же ему рада тебя видеть, наш любимый, золотой. Мы столько раз выступали на одной сцене в Клубе Героев России. Поддержка солдатских материй, солдатских жен. Это невероятно талантливый человек, который всегда готов поддержать нашу страну, у которого огромное большое сердце и, конечно же, невероятный талант. Харизма со сцены. Какая-то космическая, теплая, добрая. Вот мне хотелось просто обнять, обнять твое большое сердце в тебя, потому что это необыкновенно просто. Я благодарна судьбе, что мы знакомы, и что я могу прикоснуться вот даже вот сейчас. А я, кстати, не знал, что вы знакомы. Машенька, спасибо. Единственное, что допомню, Игорь еще раз. Здравствуйте, дорогой. 50 лет концертной деятельности. Не зря он говорит, что всех, да, поздравляют, чтобы у каждого было творческое долголетие. Спасибо вам огромное, Игорь. Рады, рады и счастливы. Спасибо. А что скажет Мария Распутина? Я скажу только браво за смелость, за такую вот жизнестойкость, за такой оптимизм. Мария, спасибо. Это великолепно. Браво. Спасибо. Игорь, я знаю, что вас пришли поддержать ваши друзья. Александр Савин, заслуженный артист России. Сашу я знаю 100 лет. Да. Мы всем в свое время еще. Русский поворотик. Да, да, да. Я как тебя не встречаю, у тебя все ордена, все больше и больше, больше и больше. Ну что делать, что делать, Коля? Ездим по военным горячим точкам уже со времен Афганистана, с 85-го года. Мы все друг друга знаем уже на протяжении многих лет. Многие работают в моих военно-патриотических концертных программах. Вот с Игорем, в частности, тоже практически во всех горячих точках. Браво, великое спасибо. Браво. Спасибо. Поэтому, ребята, всем счастья, удачи, любви. И поверьте мне, искусство России – величайшее искусство в мире. Ура! Ура. Ну что, в заключении Сергей Лазарев. Я, Игорь Владимирович, хочу сказать, что это выступление просто вне конкурса. Я считаю, что вам никакие конкурсы не нужны уже давно. Поэтому просто стоя аплодисменты и огромное спасибо, что вы сегодня выступали. Ну давайте вся сотня. Стоя давайте поаплодируем. Дай Бог так всем нам отметить 50 лет творческой деятельности. Спасибо, мои дорогие, спасибо. Спасибо вам. Главное всем – крепкого-крепкого флотского здоровья. И вперед. Спасибо. До встречи. И вам еще долгих лет и звучания голоса. Блистательный Игорь Артамонов сегодня просто покорил на самом громком вокальном проекте страны. Еще раз огромное спасибо и браво. Спасибо. Меня бы мама отругала после эфира, если бы я не встала. Она меня всю жизнь учила уважать старших. Вот я сидела до этого, думала, как мне тяжело, как мне сложно. А я посмотрела на этого человека, и у меня сразу куда-то подевались все мои проблемы ерундовые. Я смотрю, ну как? Вот он, он же не допускает, не разрешает себе хандрить. Сила воли какая, меня он вдохновил. Ну это и прекрасно. На той стороне наши коллеги, они говорят, что самое главное сейчас – это вот, чтобы все было современно. И у нас в молодых людей не воспитывается уважение. Уважение к стилю – это тоже стиль. Советское исполнение, советская музыка или классическая – это тоже стиль. И не уважать это неправильно. Впереди еще три участника, а значит потенциальный 300 баллов. Увидим ли мы такое чудо? Или все же не досчитаемся парочке голосов? Давайте продолжать и узнаем. Ну-ка все вместе, ну-ка продолжим! Ну хочется что-то такого, прям, чтобы душу наружу. На русском или на английском? На русском, конечно, чтобы понять все, прожить. Но ты же не из тех людей, что не понимаешь язык и не встанешь. Потому что не понимаешь язык. Нет, конечно. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Сагина, мне 44 года, и я из города Костромы. Я солистка областной филармонии Костромской области. Очень много выступаю с разного рода оркестрами. Духовым, с эстрадным, с народным пробуем эстрадную музыку. Кстати, очень здорово получается. У нас просто потрясающий оркестр. Благодаря тому, что я очень много занимаюсь музыкой, мне очень нравится участвовать в музыкальных сказках. И привлекла дочь свою помогать, участвовать. И сегодня она пришла меня поддержать. И я не надеюсь, я даже уверена, что она очень гордится мной, и что я прохожу такой творческий путь. Она говорит, мама, это же здорово, что ты собралась. Ты, главное, не волнуйся. Чего тебе волноваться? Ты же постоянно выходишь на сцену. Вы знаете, ничто так не бодрит артиста, как конкуренция с другим артистом. А во-вторых, в копилочку еще одно классное выступление на замечательной площадке с замечательными просто людьми, которые окружают нас, артистов. Поэтому я здесь, чтобы получить эти невероятные эмоции. О, красота страшная. Береза белая, подруга. Посмотрите, как на ней хорошо все проросло, да? Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Сагина. Я хочу исполнить один из любимых моих романсов. Он звучит в кинофильме, который снимался в моем любимом, невероятно красивом, старинном городе Костроме. А еще я хочу пожелать нам всем чувство влюбленности, которое наполняет нашу жизнь смыслом. Мне очень нравится внешность. Мать, красивая. Красивая, в стиле березки такой, да? Да, 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 прям березка стоит. Так и хочется попробовать этой коры. Такой оттонченный тоже романс. А напоследок я скажу Прощай, любить не обезуйся. С ума схожу или восхожу К высокой степени безумства Как ты любил, ты пригубил Погибели не в этом дело Как ты любил, ты погубил Но погубил Так неумело Как будто не хватает какой-то чуть-чуть мощности Странно Вроде все есть, но не цепляет Так напоследок я скажу Работу малую Висок Еще вершит Но боли руки И стайкою Нарискосок Уходят запахи И звуки А напоследок Я скажу Прощай Любить не обезуйся С ума схожу И льва Схожу К высокой степени безумства А напоследок Я скажу Любить не обезуйся Какая осталась Сухар А как по-другому А как по-другому Опять этот романс Мне очень понравилось Боже, какие аплодисменты Давайте посмотрим Сколько Этот волшебный романс Принес Голосов Татьяне Сагиной Как неожиданно 86 голосов Ну что ж Мы спросим Алину Яровую Она расцвела сегодня Я бы, наверное, никогда в жизни не взяла бы этот романс на конкурс Потому что он не производит такого эффекта вау От которого вся сотня сейчас вот подскочит и встанет Но вы так его исполнили Здесь было много красивого звука Здесь не было действительно крика Не было слишком много тихого звука Для меня это исполнение этого романса было идеальным У меня были мурашки Мне кажется, что если вы с этим романсом так справились То наверняка другой репертуар будет у вас просто на высшем уровне Браво, Алиночка, спасибо А вот смотрю я в этот прекрасный красный сектор Коробка, Попкова и Солод Спелись идеально Оля Татьяна, добрый вечер Добрый вечер Мне не очень понравилась ваша вибрато в конце каждой фразы Вот вы этим слишком часто пользовались Потом мне хотелось внутреннего такого вот вашего состояния Вы немножко как бы нарочито это спели Немножко ярко так старались показать свой тембр голоса Вот мне хотелось более камерности что ли такой А напоследок я скажу То есть это заключительные слова, которые она хочет сказать Меня не тронуло Я вам не поверила, к сожалению Ну что ж, профессорская закрыта Вы знаете, я вот лично от себя В первые фразы, которые вы начали петь романс Вам не хватило добавить продыху Воздух Воздух не полетел В таких романсах воздух это самое главное Это парящая тема И романс от этого и получается Вот, наверное, Николай Ерухин тоже со мной согласится Как блистательный вокалист, который поет и оперу, и романсы Ну да, у меня в том году, кстати, был большой романсовый концерт В большом зале консерватории 24 русских романса я спел, кстати Спасибо, что пригласил Но я еще повторю такой концерт А я уже не пойду Танечка, ну вы знаете, за последние 30 лет Я лучшего исполнения этого романса не слышал АПЛОДИСМЕНТЫ И чтобы молодая, красивая девушка Вот вы знаете, совпало все И еще, Татьяна Я хочу сказать вам, что Вы поцелованы Господом Вот когда вы пели Я у вас за спиной видел свет Вы светились И глаза ваши светились И я полностью поверил В то, что вы хотели мне рассказать АПЛОДИСМЕНТЫ Это была настоящая правда от настоящей артистки Браво! А сейчас настоящая правда от великой артистки Мария Вы меня очаровали, Татьяна Вы настолько прекрасны Что вот просто я даже и заслушалась Вот так вот сидела и слушала бы и слушала Спасибо! Это было очень красиво! Потом вы настолько потрясающе женственная И вот эта эротика женственности от вас Шла такая невульгарная Вот именно Такого высокого плана Высокого полета Это большого стоит Браво! Сергей Лазарев В советские времена Очень много было музыкальных кинофильмов У меня было ощущение Что вы такая поющая актриса Вот какого-то того времени Это комплимент, если что Потому что там было так много музыкальности А при этом была и актерская игра И всего в меру И все с чувством стиля, вкуса Для меня было достаточно воздуха Я тоже вам поверил И с большим удовольствием нажал на эту кнопку Вы необычайно красивая женщина Спасибо! Спасибо! Петь такое произведение Это очень сложно И роман все воспринимают по-разному Но так как вы сказали А напоследок я скажу Вам ответили 86 голосов И поэтому Татьяна Мы вас приглашаем Занять третье место В тройке лидеров Но мы прощаемся Со Славой Новиковым До свидания Всем пока Танечка А мы вас приглашаем На третье место Как все интересно Разворачивается Развивается Ты знаешь Мне правда очень обидно сейчас За маленькое количество голосов И что это правда несправедливо Неужели будет сейчас кто-то Кто ее выбьет Вот будет неприятно Конечно Абсолютно все может быть Может быть, да За пять лет существования Нашего проекта Мы открыли немало талантов Лучшие из них Наконец-то отправятся С концертами по стране В нашем грандиозном гастрольном туре Новые голоса России Это реальная возможность Услышать своих любимых участников Живую Подробную информацию И расписание концертов Можно найти на медиаплатформе Смотрим Новые голоса России Встречайте В своем городе Шестеро участников Уже выступили перед сотней Но эксперты Ни капли не устали А наоборот Полны энергии Которой они заряжаются От талантливых вокалистов И впереди еще двое Ну-ка, все вместе Мы продолжаем АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну все Осталось два участника Мне очень, конечно Не хотелось бы Чтобы от нас Кто-то из них уходил Но боюсь Что такое может произойти Меня зовут Алсу Гараева Мне 23 года И я из города Ижевск Я считаю себя Характерным артистом То есть мне больше Удаются Подвижные Веселые Энергичные Драйвовые вещи В музыку меня привела Моя мама Когда мне было три года Она начала со мной Заниматься вокалом Она не имеет Никакого музыкального образования Но очень хорошо поет Я очень благодарна Своей маме Что она привила Любовь к музыке К вокалу И, конечно, мое нахождение здесь Это ее заслуга Что она столько трепет Внимание, сил Уделяла Моему вокальному росту И я хочу Посвятить эту песню Моей маме Потому что Сейчас у нас Непростой этап в жизни Я очень надеюсь, что Мое выступление Зарядит ее И даст душевных сил Своим выступлением Я хочу сказать Маме Своей большое спасибо За ее труд За ее терпение За ее поддержку И я стараюсь Делать все возможное Чтобы ей было Хорошо И своим творчеством В том числе И своей песней Своим номером Я вообще хочу Если глобально говорить Поблагодарить Всех родителей Которые С пониманием И поддержкой Относятся К своим детям Именно к выбору Профессионального пути Ох, какая Красивая Красивая Какая девчуля Здравствуйте Меня зовут Алсу Гараева Мне 23 года Я из города Ижевск Куда уехал цирк Он был еще вчера Ракешник что ли? Рок Я хочу рок Взорви нас, детка Каме Ого 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 Пags 你 Ого 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Реально с праздником, который ты подарила Спасибо большое Льву Рудину праздника не досталось Вы прям как специально подгадываете Когда мне микрофон вручить Когда вы не встаете Иногда не можешь Объяснить Какие-то чисто Психологические моменты Это то, что называется психоакустика Когда либо в тебя Вся эта звуковая энергия зашла Либо не зашла То есть я не могу сказать Вообще ничего плохого вам Вам, кстати, надо сходить к фониатуру, вы хрипите Странно Вы действительно так все потрясающе сделали Все так технично Но я все время сидел Представлял Как бы вы, например, выглядели В каком-то другом жанре Мне бы не хотелось, например, слушать То же самое второй раз Откуда вы знаете, что было бы второй раз то же самое Представляете, Лев Борисович Это как обидно Когда от вас выходит вокалист и говорит Мне бы было бы обидно Если бы я пошел в этот кабинет второй раз Я не смог Адекватно Оценить Ваше выступление К сожалению Ну, извините Анастасии Гончар Передайте микрофон Солистки мюзикла Здравствуйте 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 Здравствуйте, Настенька Здравствуйте Здравствуйте Мне не хватило в вашем тембре Полетности Горта немножко была прижата И постоянный Вот этот одинаковый звук Такая песня, куда там летать-то Одинаковый звук Там надо все в одном гнезде удержать Да, я понимаю Но мне лично не хватило Не хватило Вы действительно чудесные Вы очень перспективные И у вас еще все впереди Спасибо большое Спасибо большое Слово предоставляется Женщине Урагану Певице Невероятного масштаба Моей любимой И всеми любимой Марии Распутиной Ура! 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 Это просто какой-то кайф Ты меня снесла полностью Настолько ты разноплановой можешь быть И клоунада И драма Ты шикарная актриса Ты клоунесса А это высочайшие Как говорится Похвала Для эстрадной дивы И я хочу сказать Алсу Тебя ждет Большое будущее Спасибо, Анастасия Большой руд Вспомнишь меня Ну и прекрасная финальная точка От лидера сотни Сергей Лазарев Алсу Я на самой последней секунде Нажал эту кнопку Уже на коде Я имел счастье Прикоснуться чуть-чуть к этой песне Спеть ее, правда, в другом проекте И я знаю, какое там количество слов И как вообще их ты выговорила все Я просто не понимаю Там правда Это архисложная песня По тексту Потому чтобы выдержать Чтобы дыхание держать Чтобы активно существовать на сцене Ты собой заполнила все Голосом, харизмой Вот здесь можно списать о грехе вокальные На то, что на сцене артистка Все Этим все сказано Я тебе желаю удачи Спасибо большое Сегодняшний результат 89 баллов И ты попадаешь на третье место В тройку лидеров А мы, к сожалению Прощаемся С Татьяной Татьяна прекрасная Пока Браво Кто тебе больше всех из них нравится? Из троих Ну, мне они все нравятся Честно говоря, все трое Все разные Ну, мне ближе Вот с энергетикой Это девчонка Девчонка? Девчонка, да Свет, у тебя есть фавориты здесь? Ну, кроме меня, Никиты и Саши Ты ответил уже нет Нет Почти все участники выступили Остался всего один претендент На место в полуфинале Сможет ли он поднять на ноги Всю сотню? Давайте спросим Что думают о его шансах наши фавориты? Мишель на втором месте С результатом 90 баллов Как ты себя чувствуешь там? В целом, отлично Ну, ты понимаешь, что тебе на самом деле может предстоить дуэль Ты готов к ней? Конечно Екатерина 93 балла Как ты думаешь, есть ли шансы у следующего вокалиста набрать 94? Да, вполне А ты готова к дуэли? Я всегда готова ко всему Ко всем испытаниям, поэтому да Вот у Кати есть все шансы на победу Она, видишь, какая ровная Волсу, как ты себя чувствуешь на третьем месте? Волнуешься? Как долго ты задержишься? Ну, конечно, хотелось бы задержаться Ну, в любом случае, я желаю следующему участнику удачи И чтобы его выступление прошло прекрасно У него есть все шансы И победит сильнейший Ну что ж, это правильно Победит сильнейший Лидеры поделились своими эмоциями и переживаниями Посмотрим, чем с нами поделится участник под номером 8 Ну-ка, всем вместе Встречаем его! Вот сейчас должен выйти очень сильный и мощный участник Такой, что у Мастеркова должны по мурашке побежать не только по телу Но и впереди нее просто, понимаешь? По беговой дорожке Николай Тимохин, 35 лет Гачинский район, Ленинградская область Поселок Тервалово В своей профессии я использую разные стилистики и вокальные техники Поэтому в целом могу исполнять очень многое Я работаю в вокальном проекте «Виво» И езжу с ребятами по всей стране, по всем городам Меня всегда поддерживает моя семья Моя жена, мои дети Мы с супругой познакомились в ЛГУ имени Александра Сергеевича Пушкина В хоре, где мы вместе пели Почему вы обратили именно на нее внимание? Это не для эфира Я сзади просто подошел Лавочки стоят в три ряда И моя жена стояла на третьем И я не узнал сзади, кто это Очень заинтересовался этим Вот так я и познакомился со своей женой Долго мы не подавали заявление в ЗАГС Я долго ждал И моя жена от меня собралась уходить Потому что мы жили на расстоянии Было тяжело Мы с другом, с однокурсником пошли Купили кольцо Я сел в машину И поехал из Москвы, Санкт-Петербург в Колпино К ее тете Попросил ее выйти за забор И начал петь на коленях в грязи С цветами И потом она рядом со мной встала на колени, плакала Обнимала меня И сейчас у нас четверо детей И мы живем счастливую семейную жизнь О своем участии в шоу «Ну-ка, все вместе» Я жене не говорил Она, наверное, догадывается, что я здесь сегодня И я выхожу исполнить песню Вложить в нее душу Вложить в нее настроение Больше отдать Я надеюсь, с этой задачей я справлюсь Импозантный какой мужчина Здравствуйте Николай Тимохин Николай Тимохин Он открылся А он у нас был С чего ты это взяла? Ты чего? Ну я его откуда-то знаю Я уже боюсь от кого-либо Да, чего-то ожидать Белая метель Заметает слеп Белое забвенье Постучалось ко мне Мир уже не тот Что же мне несет Станная потеря Я позабыл твое лицо Куда я улетал, как сон В небесах чайкой тонул Я позабыл твое лицо Темнотой память ждет И никуда не деться И никуда не деться Больше мне от нее Я позабыл твое лицо Синих глаз Синих глаз Куда я улетал, как сон В небесах чайкой тонул Я позабыл твое лицо Темнотой память ждет Но я не могу не встать и никуда не деться, и никуда не деться, больше мне от нее. А вот сейчас интересно, а сейчас интересно. Ну здравствуйте, Николай Тимофе. Давайте посмотрим, сколько вы набрали баллов этой великой песни, написанной Игорем Крутым и Константином Арсеньевым, которую исполняет Валерий Леонтьев. Я позабыл твое лицо. Еее! Да, 85 голосов. Вам не хватает 5 голосов, чтобы пройти в тройку лидеров. Я стою с человеком, ну который за последнее время написал огромное количество больших хитов для больших артистов. Я знаю, так как мы давно дружим, эта песня для него особенная. Это его любимая песня и в музыке, и особенно в словах. Потому что, конечно, эти слова выворачивают наружу. Поэтому, Олег, тебе слово. Я просто потрясен и исполнением, и выступлением, и цифрами, которые сейчас вижу. Это действительно моя любимейшая песня в исполнении Валерия Леонтьева. Потому что драма одиночества и потери, которая написана в этой песне, она... Зашкаливает. Зашкаливает. Это невозможно. И я сегодня ловил себя на мысли, что меня поражает, насколько безэмоциональны вы внешне, и насколько эмоционален голос и энергетическое потрясение, которое в голосе есть. Это фантастика. Спасибо. Полиночка. Мне очень понравилась легкость в вашем голосе. У вас голос летит. Парящий, летящий голос. И мне в данный момент было необходимо это услышать. Я даже стала себя лучше чувствовать. У вас голос исцеляющий. Это было великолепно. Ирочка, Ирочка, где ты моя красивая? Олифер. У меня до сих пор ком в горле стоит от вашего исполнения. Все по-серьезному, по-мужски. Такая боль. Настоящая мужская, правда. Спасибо вам. Ну, а я хочу слово передать блистательному композитору. Человеку, который, можно так сказать, почти довел Диму Билана до победы на Евровидении. И вообще человек, который написал огромное количество прекрасных песен. Автор-композитор Александр Лунев. Давайте поприветствуем, поаплодируем. Спасибо, Николай. Я раз здесь присутствовать. Песня в исполнении Леонтьева, конечно, она накрывает всех. Потому что спеть ее практически... Там, во-первых, ритм другой. И вот эти все вот эти... Он прям вставляет. И, ну, как-то не могу от него отойти вообще. У вас простовато было. Ну, еще, знаете, у него тембр прям здесь, круглый, плотный. Все там есть. У вас тоже было, но вот как-то вот немножко растеряли. Спасибо, Саша. Да, спасибо вам. Николаю будет приятно услышать мнение Марии Распутиной. Это потрясающе красивая песня. И я не увидела здесь драмы, что ты забыл. Я позабыл твое лицо. Я не поверила тебе. Как-то все очень монотонно, шарманисто. Так, не надо, не надо. Что-то такое. Спокойно, Коля. Это тоже, Игорь, крутой. Голос у тебя хороший, но он успокаивающий. А мне нужен возбуждающий. И сейчас микрофон переходит... Не возбудил ты меня, Коля, не возбудил. Мария, микрофон переходит к возбуждающему голосу Сергея Лазарева. Боже, возбуди. Вы знаете, можно я сейчас скажу от души, зачем вы сюда пришли? Потому что у меня всю дорогу, от начала и во время песни, у меня было ощущение, что вы делаете нам одолжение. Чуть-чуть как бы... Вот... Ничего не летело. Вы пели затылком, вы пели как-то... Но это все было немножко... Да вообще, это все, конечно, не для меня. Но я встал. Потому что у вас потрясающий голос. Но так себя вести на сцене нельзя. Вы, прежде всего, артист. И мне говорят о том, что это интимность как... Ребята, вы на телевизионной съемке. Это телевизор. Здесь должно все бухать, бахать. И вы должны быть яркие. У вас должен гореть глаз. И не надо делать одолжение. Потому что сотни и миллионы хотят попасть сюда. Тут такой, ну, прям, мастодон. Понимаете? Я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Вот улыбались вы бы лучше, понимаете? Чаще. Вам это больше идет. Да может быть, человек испугался. Да нет. Это не испуг. Или защита. Я знаю, когда испуг. Он мастер. Он очень опытный. И это видно. И когда выходят мастера такие, ну, как бы... А вы пением сколько лет занимаетесь? Вы поете вообще? Ну, нельзя так. С детства. С детства? Вот я с детства пою, понимаете? Я выхожу. Знаете? Я разное пою. Я могу быть сволочью. Могу быть... Ну, зависит от задачи. Но чаще сволочью. Здесь сейчас с песней, с песней не стыкуется. Я, честно, расстроен. Вы классный вокалист, но как артист сегодня просто ноль. Простите. Ну что ж, это мнение лидера сотни. 85 экспертов считают, что вы спели потрясающе. Браво. Улыбнитесь. Вот эта реакция, к которой сейчас реагировал Серега, на самом деле это мощнейшее. Это значит, что он мощнейше на него подействовал. Потому что нравится это одна, как бы, одна эмоция. А не нравится это тоже эмоция. Поэтому он... Да, он вызвал, он себя так вел, возможно, но он заставил его вот так грубо. И, кстати, он поднялся. Он его цепанул, и это тоже была сильнейшая эмоция. Никакой надменности. Просто он... Он доказывал сам себе. С некой болью такой, которая у него давно уже. Но мне жалко его. Он хороший. Каждый отборочный тур – это 100 экспертов. 8 участников, 3 лидера, но только 2 полуфиналиста. И прямо сейчас мы узнаем их имена. Ну-ка, все вместе! Ты сейчас его гипнотизируешь или хочешь что-то передать ему? Чтобы он не нервничал. Мишель вообще не нервничает. Она знает, какую песню он будет петь. Она сказала, что это будет великолепно. Да? Да. Из каждого отборочного тура в полуфинал проходит только двое участников. Первый – это претендент с самым большим количеством баллов. Сегодня это Екатерина Великопольская. Мы поздравляем ее! Браво, Катя! Браво! Особенно тобой гордится наш народный сектор. Просто рука плещет тебе. А второе место достанется тому, кто победит в вокальной дуэли. Мишель Бараби или Алсу Гараева. Ваши результаты обнуляются. Вам придется заново набирать экспертные голоса. Первым свою песню исполнит обладатель третьего места. Мы приглашаем Алсу Гараеву. Алсу, жду вас! Обниму тебя. Откуда? Спасибо большое. Удачи. Спасибо большое. Соберись, не волнуйся. Представь, что все отлично. Лапочка, девочка. Посмотри на нее с другой стороны. Ох, какая песня красивая. Остушив бокал, ты сказал, Жаль, время против нас. И чужим встал вдруг мир вокруг. Нет, только не сейчас. Только не сейчас. Разве ты любил, как я тебя любила? Разве ты не стал моей судьбой? Разве ты любил тебя? Тебя так просто было, Значит, я живу тобой. Разве ты любил, как я тебя любила? Разве ты не стал моей судьбой? Разве ты любил, тебе так просто было, Значит, я живу тобой. Разве ты любил, как я тебя любила? Разве ты не стал моей судьбой? Разве ты любви? Тебе так просто было знать, что я живу тобой. Тобой, тобой, тобой. Я живу тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ Не хватило Гараева в голосе? Мощи есть, силы не хватило. Ах ты, актерски хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Покачать не хватило. Ну что ж, 56 голосов набирает сложнейшие дуэли Алсу Гараева. Алсу, спасибо большое. Потрясающая песня Ани Лорак, которую в свое время написали Игорь Крутой и Игорь Николаев. Наши аплодисменты. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, а я приглашаю на эту сцену Мишеля Барави. АПЛОДИСМЕНТЫ Сможет ли он призойти результат Алсу, мы скоро узнаем. Удачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну давай, красавчик. Сейчас должна быть бомба, ребят. По-любому. Хотя он, мне кажется, тоже волнуется. АПЛОДИСМЕНТЫ Он занижает очень сильный счет. АПЛОДИСМЕНТЫ Фальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Иoupe ТО п army здаст м光 change АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПО-ТРАТИО АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ариана Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok